Мы на месте. Мы приветствуем Кристенса, он идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешение на диагностику и чистку ребенка. Мама дает разрешение, но он в этой голограмме, как в своем мире. Хорошо, Скэнер. Просканируй сейчас Кристенса. Отключи эту голограмму вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Выведи это все из его биопулей, как это выходит, отправляй это в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Это голограмма, она как еще одно тонкое тело у него вышла. Хорошо. В клетке? Да. Даю команду. На 4 скэнер сканирует пространство над головой Кристенса под ногами. 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Кристенса, находит все. У него 2 канала. Красный дракон и черт. Какой у нас красный дракон? 701. Твоя голограмма? Да. На каком основании ты вошел в биополе двухлетнего ребенка? Дорог за ним имеется. У тебя есть контракт с ним? Можно и так сказать. Так, дракон, если ты сейчас не начнешь отвечать нормально, я достану печать дракона и тебе разорвет голову. Это мое последнее предупреждение. Нормально, если я тебя спросил, у тебя есть контракт с ним, ты должен ответить, есть и объяснить причины, и когда этот контракт был заключен. Если у тебя нет этого, и ты мне начнешь здесь рассказывать сказки, ты пожалеешь об этом. Контракт есть в одной из прошлых жизней. Я свои условия выполнил, а за ним должок. У тебя есть контракт с ним, меня это только интересует. Все твои должки меня это не интересуют. Это все будет сегодня аннулировано. Ты путаешься? Я же спросил, что конкретно нужно ответить. У тебя есть контракт? Контракт есть. Все. На этом остановимся. Будем дальше разбираться. Даю команду тонкой копии. Кристенца спроекцирует все энергетические и сферические каналы ко всем подселенцам ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились в сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Кристенцу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он получил от них, возвращается к ним. Какой у нас черт? Посмотри, Вера. Пять. Черт, ты живешь в квартире? В доме живу. Понятно. Под лестницей. Вместе с демоном, да? Ну, я не живу вместе с демоном. Не, я не говорю вместе с ним, ты находишься вместе с ним в этом доме. Ты зачем вошел в биополе двухлетнего ребенка? Не играть хотел. Там много игр. Носочки ему одел. Так он себе. Хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Кристенс забирает все чистые, светлые, божественные энергии. И обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. И сколько ты находился в этом биополе? Черт. Два месяца. Два месяца. Хорошо. Кошку мучил? Не мучил. Ну, в мои капканчики она попадала. А собака? Нюхала мои энергии. Ты не воздействовал на собаку? Не, вибрации выше моих. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Итак, мы все забрали. Начинаем тогда с черта. Черт, выходи, вытаскивай. Снимай все свои носочки. Все, что я оставил в его биополе. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Готово. Красный дракон, выходи, вытаскивай все, что я оставил в его биополе. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Но у него плата вышла. Небольшие подключки остались. Эта плата. Он забрал их. Он все забрал. Хорошо. Значит, дальше мы не продвинемся с рассинхронизацией. У нас контракт есть. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Кристенс должен взять ответственность. Возвращайся в свою жизнь в свои руки. Выразить это намерение. Мама отвечает за него. Он готов это сделать? Готов. Я говорю вслух. Его тонкая копия вместе с мамой повторяют за мной. Я. Всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Во-вторых вышли активно с драконом. Хорошо. Прочитай содержание контракта с драконом. Всю информацию, когда было заключено. Знание. Знание. Жена была она. Когда? В 1780 году. Кем он был? Где? Он хотел учиться. Он учился. Азиатская страна какая-то. Чем он учился конкретно? Наукам или это было? Медицине. Наукам. Медицине. Понятно. Хорошо. Дракон помог ему в той жизни? Он помог ему попасть на обучение. Значит, он был из средних слоев. Совсем бедных. Туда не брали. Из средних слоев должен был чем-то удивительно заплатить. Внести сумму, как они говорили. И что он сделал? Что он нес? Знания или деньги? Знания. Дракон готовил его. Книги ему попадались. Я не скажу, что он их приносил. Он показывает, что правильные книги у него всегда под рукой. И с этими знаниями он удивил. Преподавателя. Приемную комиссию, скажем так, которая принимала. Он одет в такие темные какие-то, как обувь темная, как башмаки и белые носки. Он руки всегда складывает вместе, как в азиатских странах. Какая-то шапочка на голове. У него кафтан такой. Отпоясанный. Может, Китай быть, что угодно. Япония почему-то идет зло. Япония. Хорошо. И дальше что было после того, как он стал студентом этой школы? Он оточился. Ему открылись другие знания. Доступ к другим знаниям, которыми дракон тоже пользовался. Дракон. Так ты же получил, что ты хотел. Не все он получил. А что еще должно быть по условиям контракта? Он показывает, что с развитием он стал более такой жесткий. Он перестал делиться. Постоянно пропадал в книгах. А чем он перестал делиться в конечном итоге? Знаниями или чем? Да, он перестал делиться знаниями. Он как уединился. Уединился в своих познаниях. То есть он искал все больше и больше книг, которые дадут ему ответы на его вопросы. Но это похвально. Я не понимаю, почему ты здесь возражаешь. Душа имеет право на свое развитие. Вот она это развитие получила. Ты получил на этом этапе все знания. Он не делился знаниями. То есть он даже с людьми не делился. Он не использовал эти методы, которые узнавал. А вот как. Ну хорошо. Он уединился и просто как саморазвивался, даже не можешь сказать. Он этими знаниями наполнялся, но использовательных не мог. Это его злило. Ограничил он сам себя. Это была его, скорее всего, задача в той жизни. Это было очень давно. В этой жизни он хочет расторгнуть этот контракт. И по закону свободы воли души, законному свободному праву, распоряжаться собственными энергиями, имеет на это полное право. Сейчас, в настоящем этапе, на уровне его матери, она несет за него ответственность. Я спрашиваю разрешение мамы. Желает ли она расторжения контракта с драконом? Да, желает. Отлично. Пусть повторяет за мной. Внутри власти моего сыренного ядра души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, энергии идут ему. Отлично. Все, что он уложил в этот контракт, ему вернулось. Открываю воронку в галактическое ядро. И аннулированный контракт вместе с фантомами контракта выходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Итак, возвращаемся назад и даю команду на рассинхронизацию Кристенса с голограммой, красным драконом и чертом на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Подхожу к Кристенцу, помогая моей энергией отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро, каналы улетает на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, здесь мы закончили. Черт, ты присутствуешь в доме, красный дракон, ты присутствуешь в доме? Да, плата есть у него. Хорошо. Значит, тогда будут открыты два портала. Перед тем, как я буду отпускать, спрашивай черта, хочешь получить эмоциональный фантом? Хочет. Выходит эмоциональный фантом. Кристенца проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкие аббрационные эмоциональные фантомы. На его эмоциональном фантоме. У него вышел страх, раздражение, нервозность. Сворачиваем эти энергии в шар. Забирает черт. Забирает. Отправляет черту. Не верит своему счастью. Да, он носочками столько не добился. Готов. Хорошо. Отлично. Значит, мы все убрали, все чистенько. Открываются сейчас два портала в дом, где живет Кристенс. Один, два, три. Красный дракон. Красный дракон уходит в один портал, черт уходит во второй портал. Собирает все, что оставили в доме, дождается меня. Закрывая печатание, растарея. Готово. Хорошо. Клетка у нас пустая должна быть. Или голограмму. Голограмму он забрал? Забрал. Хорошо. Поехали дальше. Чистота вибраций поднимается до 13 Гц. Пошел подъем. Маме информация идет, что у всех мальчиков разные вибрации, поэтому они не всегда гармонируют друг с другом. И как это решить? Принять к сведению? Или какие-то есть рекомендации? Принять к сведению, 10 лет и 2 года не могут быть одинаковые вибрации. Ну это понятно, да. Потому что тот, кто старше, должен принимать младше. Хорошо. Мама объяснять должна. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Кристенса до числового значения 160 Гц. Пошел подъем. Все-таки хорошо, что ребенку в 2 года убрали контракт, а не в 52 года. Готово. Хорошо, Кристенс, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Он не говорит, он показывает. Он показывает свои ладошки. Да. Из них идет энергия, и он внутри Меркабы этими энергиями как распределяет их руками, ладошками. Нравится ему его энергия? Да. Отлично. Хорошо. Обращаемся к маме. Это задача мамы до 16 лет защищать детей. Заправлять его энергиями, в данном случае, силой своего намерения. Как она считает нужным? Руками, не руками. Она создает защитный купол, и это защищает его. Кроме того, она поднимает до 120% его энергии и до 13 Гц. Ребенок будет всегда полон энергии. А вечером, если вдруг что-то, перерасход у него какой-то энергии или какая-то возбужденность, она может сбрасывать силой своего намерения, выдавливать из него эти энергии, которые ему мешают, деструктивные. Под этим шаром открывает воронку в галактическое ядро. При этом это все надо визуализировать. И отправлять шар на переработку. После этого обязательно закрывается воронка в галактическое ядро. Мама поняла? Я не знаю. Мама за ребенком смотрела. Он все прекрасно понял. Выводил руками шар из себя и сбрасывал. Молодец. Хорошо, Кристенс. Значит, ты больше в курсе. Сейчас будем возвращать тебя назад в твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Кристенса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok